Да, мы продолжаем, продолжаем утро на Болткоме, и вот звучало в календаре у нас имя Пола Маккартни. И Пол Маккартни, кстати, несколько раз имел неприятности большие из-за того, что на своей ферме, у него действительно там, ну, в общем, есть приусадебное хозяйство, он выращивал там марихуану. И вот периодически, я понимаю, что к нему нагрянула полиция с проверками, поскольку в Великобритании там это все очень строго запрещено, и у него несколько раз вот возникали какие-то проблемы, хотя он пытался объяснить, что там это все ветром нанесло, принесло. Но, тем не менее, вот британцы действительно периодически делятся в социальных сетях такого рода историями. Вот одна женщина тоже поделилась в Фейсбуке, целый год огородница выращивала растения, даже не знала, как оно называется, попросила рассказать, значит, ну, опубликовала пост, и вдруг выяснилось, что это марихуана, и тут же ей написали, что ей грозит, в общем-то, даже тюремный срок за выращивание этого растения у себя на участке. Цветая простота. Да, она разводит руками, говорит, просто цветочки понравились, красивый цветок, почему я никогда вообще ничем таким запрещенным и не думала заниматься. Ну, не в цветах как таковых дела, а в том, что легализацию употребления марихуаны в Латвии поддерживает примерно каждый десятый житель страны, и об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного агентством исследований общественного мнения СКДС. Надо отметить, что с 2015 года наблюдался рост поддержки этой идеи, ну, где-то 16% в прошлом году, и, в общем-то, надо признать, что за год произошло как раз-таки, произошло падение с 16% до 10%, но до этого роста вот об этих тенденциях, о чем они свидетельствуют, мы и хотим поговорить с нашим гостем, психиатром, профессором кафедры психиатрии и наркологии Марисон Таубе. Господин Таубе, доброе утро. Доброе утро. Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, действительно, чем может объясняться вот это резкое падение поддержки вопроса легализации марихуаны? Сначала там рост в течение пяти лет до целых 16% и резкое падение в течение года до 10%. Довольно-таки сложно сказать, вообще до сих пор всегда была все-таки большая тенденция к тому, что это идет регализация, это было в других странах происходило, это много такой поддержки. Может быть, это все-таки, ну так, теоретически связано с этим, ну, с другими как бы акцентами, может, сейчас ковид немножко нам все проблемы заглушает, и как-то, как-то менее активные люди, менее активные. Может быть, это психологически связано тоже. Сейчас такое время, что люди немножко, ну, как такое, ну, такое немножко время протестов, и немножко, например, вот, как и прайд, и эти такие мероприятия, немножко у людей какие-то такие протесты иногда вызывают, да, и сейчас тоже может такая лидеризация немножко, ну, в этом конкретном опросе вызвал такую немножко, ну, такую реакцию, лучше ничего такого экстренного, такого интересного сейчас не надо, нам уже так жизнь трудна с этим ковидом, да. Если такой опрос будет через какое-то время, может быть, когда этот ковид будет утихнет, это может быть опять какая-то немножко, потому что до этого всегда было, как вы правильно сказали, все-таки такое более либеральное отношение к этому. Это такой немножко, ну, акцидент, я думаю, это не такая тенденция, что люди стали очень консервативными, и никто больше не хочет быть все такие очень строгие. То есть, я правильно понимаю, на ваш взгляд, именно ковид приглушил, как бы, вот это вот либеральное настроение, успокоил немного, да? Да, я думаю, что да, что так это немножко подставило. Конечно, есть какие-то люди, какой-то процент всегда, которые вот потестуют против всего, но они, наверное, в таком опросе, ну, не отвечают так, говорят, вот я буду потестовать, и я хочу марихуану, да. Но время такое, что больше есть такие отмечения, люди хотят какую-то нормальную, простую жизнь, они не хотят каких-то экстремов, да, если меня сейчас спрашивают, мне вот, ну, до марихуаны совсем, я хочу, чтобы дети шли в школу, я не хочу, там, не марихуаны, это совсем не та проблема, если меня такого вопроса спрашивают, я скажу, что вы черпухой занимаетесь, да? Но если мы смотрим до ковида, были очень дискуссии, и организации, которые поддерживают, и политические какие-то разговоры, так что эта тема была, и тогда, конечно, ну, тот приоритет был, и он будет, наверное, через... Ну, в том-то и дело, что да, мы готовы с вами согласиться в том, что сейчас действительно на первый, так сказать, фронтир вышли совершенно другие вопросы и другие проблемы, что называется, не до жиру, быть бы живу, но, на мой взгляд, все-таки не стоит надеяться на то, что вопрос рассосется сам собой, и рано или поздно к нему придется вернуться. В нашем эфире, буквально несколько дней спустя вступление в должность, нынешний министр внутренних дел, госпожа Голубева, в том числе высказалась, что она лично не считает этот вопрос актуальным, я подразумеваю, конечно, легализацию так называемых легких наркотиков, но считает, что, опять же, когда до этого дойдут руки, ничего плохого в декриминализации, по крайней мере, она не видит. Как вы считаете, вот эта декриминализация, это может быть каким-то опасным шагом, к чему приведет? Ну, очень такой сложный, скажем так, очень большой вопрос, да, про это, потому что, конечно, марихуана и такая, ну, или, ну, скажем так, доступность, это, ну, ничего супер хорошего в этом нет. Если по медицине смотреть, то, конечно, есть очень много систем, и на кардиоваскулярную систему это влияет, и на детей будет, и есть много психических симптомов, даже если это не развивается, да, так что если мы, ну, так считаем, что это вот много людей будут это употреблять, и как, ну, это будет как алкоголь, например, вот, такой легальный, да, там, или пилая, то это, конечно, ну, так же, как алкоголь, ничего хорошего не приведет. С другой стороны, конечно, конечно, то, что видно, что все-таки очень много, ну, людей это употребляет, да, есть, вроде, молодые люди, есть люди, которые чисто какие-то, как, как развлечения, как, не знаю, как в нашей молодости, наверное, пили алкоголь, да, так сейчас кто-то курит марихуану, да, есть, которые побольше это делают. И, конечно, ну, криминализация, это тоже там есть всякие нюансы, сколько там находят, вот, как вы говорили про Маккартни, да, например, в Канаде тоже, он легализер, он легально может быть, но там очень строго, там, например, сколько, какой кусток, сколько сантиметров, там, 70, он может вырасти, да, если, конечно, ну, в полиции есть ресурсы, время, это кто проверяет, то это, ну, ладно, пусть люди там, там, для себя вырастили, да, но, в принципе, в принципе, ну, это очень такой тоже тонкий вопрос, например, от насли там какую-то немножечко, да, сразу там криминальное, там, в тюрьме, да, мы видели, как это было с этими спайсами, да, что очень много боролись-боролись, как их криминализовали, да, как криминальное ответственность стало, так сразу это все утихло, да, может быть, ушло немножко, опять, что какая-то часть ушла, ушла в сонный рынок, да, так что, ну, я бы сказал так, что, конечно, если люди, об этом надо будет думать и смотреть, в какой мере это криминальное, да, и сказать, что нет, такой проблемы нет, мы это закрываем, и люди где-то находят, и все равно где-то ходят, да, то, ну, это тоже так закрывать, то есть я думаю, что, наверное, министр думал, что, ну, проблема она есть, если там, ну, не знаю, проституция она есть, мы можем сказать, что ее нету, это плохо, и мы закрываем глаза, да, наверное, надо смотреть, что криминализуем, насколько, что мы можем позволить, да, что не можем позволить, но так, в общем, я бы сказал, я, конечно, как врач, я вижу эти психозы, вижу эти тренинги, которые развиваются, и, ну, у меня каждый день такой пациент, который покурил, и больше, и меньше, и, ну, я, конечно, вижу, что у меня работы будет очень много, но мне это жалко, но время такое идет, да, это нас, это израильное, это, ну, люди это делают, и все, кем надо, как бы, немножко смириться и найти какой-то компромисс. Но как раз, по-моему, один из аргументов, вот, сторонников легализации говорят, что использование в медицинских целях может как раз помочь тяжелобольным людям. Да, тут немножко такой, немножко нюанс, это люди, которые об этом говорят, они немножко, ну, это так, это все немножко в один мешок. Да, есть, конечно, медикаменты, отдельные, очень конкретные, которые, эти медикаменты тоже не вызывают такую эйфорию, это не так, что мы вот этот медикамент спуссорили, и тогда стало лучше, да, это медикаменты, там, тяжелые больные, онтологические заболевания, которым это рвоту вызывает, терапия, они тогда эти могут. Есть разработки, аутскаймерского из болезни, например, деменции, да, есть некоторые разработки, это правильно, медикаменты, это одно, это строгое такое существо. Но это никакой сфере не связано с легализацией, то, что мы понимаем, как вот Маккарти, что вот я немножко что-то выращиваю, я в каком-то баре могу немножко купить, немножко покурить, да, это, ну, никакой мере не связано, это отдельные такие рассказы, там медикаменты идут все вперед, да, это не значит, что вот будет легализация типа лекарства, и тогда мы сможем выращивать. Это 2D отдельные истории, и, конечно, немножко люди это так, ну, это как бы такой аргумент, да, что это для здоровья, но это не так, просто ставку покурить, там очень много, там доказано, что эти люди, которые курят, они меньше разживаются, интеллектуально, да, есть обследование, например, 24 часа после курения марихуаны, концентрация когнитивной функции, плохие, там пилотов авиакомпании смотрели, да, что их реакции снизаются, да, так что это очень так рискованно, что, да, он там покурит, через 23 часа полетит на самолете, да, а мы там все будем в этом самолете сидеть, да. Да не наибух. Это отдельные истории, медицина, это одно, да, но это не так, что вот эту таблетку я скушал, и так, ну, я здоровый, и еще немножко такой, немножко такой веселый, да. Да, напоминаю, мы беседуем с психиатром, профессором кафедры психиатрии и наркологии, Марисом Таубой, и отправной точкой послужили данные последнего опроса, который показывает, что приблизительно каждый десятый латвийц поддерживает легализацию легких наркотиков, конкретно марихуаны. Доктор, вы упомянули в своем рассказе, что ежедневно сталкиваетесь с психозами, с расстройствами шизофренического толка, связанными с употреблением различных препаратов. Насколько страшно, насколько серьезна эта картина, в том числе среди подростков, стало ли больше таких случаев? И где они берут, и насколько качественные вот эти вот препараты, они добывают? Ну, потому что одно дело, у всего есть качество, хорошее и плохое. Ну, да, вот это, конечно, этих ситуаций побольше становится. Да, есть, например, даже открыты там гены, фрагменты генов, которые похожи у шизофрении, у курящих марихуаны. Да, и, конечно, это мы видим. Это такой, ну, как уже такая история. Видим пациента, который там в трудовых идеях, который начинает не всех рассказывать, что это провоцировало. Да, конечно, может быть. Ну, конечно, всякое в жизни может быть. Может, там, болезнь развивалась и так. Ну, ясно то, что марихуана ее ускоряет и развивает. Эти психозы описаны, да. Так что, ну, такой, я думаю, это больше становится. Это молодые люди, да, это может быть там 20, 18, 20, лет 22 года, когда вот эти жени развиваются. И, конечно, они достают. Вот тут ваш вопрос, конечно. Ну, правильно, тут тоже вот такой вопрос, это легализация. Есть сторонники говорят, что вот, если бы она была легальная, там, не знаю, в магазине покупали, тогда там она была бы в качестве, да. Ну, да, то есть это лицензирование, это контроль качества, это, в конце концов, налоги. Ну, да, вот это одна из таких теорий, которые, ну, против того, что вот такая, да, конечно, там есть какие-то примеси, есть какие-то, ну, где-то там, как они покупают, где они достают. Да, конечно, они не так уже и рассказывают досконально, да, и там ловят. И, конечно, это какой-то пеленальный вид. Вот с этой стороны есть, конечно, серьезные проблемы, да. Но все равно, несмотря на эту проблему, да, ну, я все-таки, то же самое, что было с этими спайсами, да, все-таки, если оно было легальное, я уже покупали, ну, там были тоже ужасные. Все-таки, когда она, их криминализировали, они больше не продают, эта проблема снизилась. Так что, я все-таки сторонник, если, если это будет легально, ну, может кто-то, ему не будет интересно там доставать, но кто-то будет курить больше и чувствовать, что это так, ну, я не сторонник того, что это было легально, там, там, плохого будет больше. То есть, когда доступно, тогда больше соблазна, да? Я думаю, что, да, это будет больше соблазна, это будет, это будет больше проблема, да, и с ней, ну, бороться, с того, что с этими людьми, я же должен с ними работать, просто сказать, как он там, я могу там, я употребляю сострекаться, мне там, но я могу все-таки покурить, потому что зависимость тоже есть, мы можем говорить, какая-то физическая, ну, психологическая зависимость есть, не пряту потреблять, но я там субботу хочу, я хочу ходить, три сигареты, там, два недели, да, так что мне, как я скажу, ну, это, какая-то салка, я же не сторонник алкоголя, да, ну, а то, ну, тоже, он делает, может быть, еще 10 раз плохо, да, там все, автаварии, это тоже, ну, нехорошо, да, но еще одну проблему, сейчас нам еще достать, ну, я вижу проблемы. Я предлагаю услышать глаз народа, буквально, у нас остается пара минут, здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. А я тоже за легализацию наркотиков, только немножко другую. Создаем регистр наркоманов, выдаем в аптеках, по себестоимости, или вообще бесплатно, а наркоманы лишены доступа к всем работам, где хоть какое-то внимание нужно, лишаются прав на вождение автомобиля, доступа к оружию, и еще много чего. И, пожалуйста, пускай забирают свою отраву в аптеках бесплатно. Все хорошо. Спасибо. Вот такое радикальное мнение. Мне даже человек сказал, что происходит, например, с тяжелыми наркотиками. Есть программа метадона, и суботекса, есть такие программы, где наркоманам, действительно, очень серьезные, которые крадут магнитолы, 90-х, не помните, в моем возрасте, наверное, и тогда, конечно, как решить проблему, да, их не вылечить реально. Такая как полиативная помощь, что им дают метадон, контролировано, они приходят, выпивают такую житель каждый день, государство это платит, и они, и они, тогда, по крайней мере, ему не надо доставать 100-200 евро денег за день, чтобы купить на секторном рынке, он это убитывает, да, и тоже много дискуссий, например, в России эта программа запрещена, они не хотят такую, да, но с другой стороны, опять, в Евросоюзе это поддерживает, ну, как бы такая, ну, как бы, вроде мы наркотика даем человеку, но мы даем для него, чтобы он чувствовал себя более-менее, и чтобы общество не делало ничего плохого, да. И он на учете стоит. Мы знаем, что... Да, 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 конечно, если человек рассказал, ну, в принципе, ту идею, ну, которая для марихуаны, она, ну, мало вероятна, мало реальна, как бы, в данный момент, да. У нас еще один успеем принять? Да, видимо, да. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро, да, тема злободневная, конечно. Вы знаете, вот, что меня останавливает, для того, чтобы поддержать вот эту, вот такую инициативу, о том, что это может быть как раз-таки переходом через некую грань. Ну, сорвался, к сожалению. Переход через некую грань. Ну, в основном, мысль положить, какую. То есть, переход к тяжелым наркотикам, имеется в виду, да? в конце концов, переходят к героину, да, вот, попробовать, там, сначала по миссии, потом по вене, да, так что, ну, это тоже, может, человек тоже, вот так, вот, я делал это, стал, как-то, как-то так, с алкоголем не приходит же с пива на крепкие напитки? Ну, кто-то разбавляет пиво водкой. Ну, по крайней мере, никто не говорит о том, что вот, сегодня ты пиво попробовал, а послезавтра водку будешь хлистать литрами. Ну, начинают. Побольше они пьют, побольше, потом уже эти большие аппины, и все это, аппины, да, да, которые тоже пытались запретить эти большие. Огромное спасибо, доктор. А с нами был психиатр, профессор кафедры психиатрии и наркологии Марис Тауба, вице-президент Латвийского общества психиатров. Мы говорили очередной раз о возможности легализации легких наркотиков, потому что буквально вчера появились свежие данные очередного опроса общественного мнения. Он показал, что приблизительно каждый десятый житель Латвии поддерживает эту идею. О нескольких плюсах и о множестве минусов нам рассказал доктор Тауба. Еще раз огромное спасибо. Хорошего дня. До свидания. Слушайте радиоболтком.